Друзья, всем привет! Мы сегодня в гостях у Олега. Знакомьтесь, собственно, сам Олег. Привет, друзья! Будем обозревать вот этот аквариум, который сзади нас находится. У нас сегодня трэш-контент. Покажем, что бывает, если некоторое время, долгое время, не ухаживать за аквариумом. Хейтеры готовки! Да, да, да. Будет вам тема пища для того, чтобы там пописать. Пища для ума будет вам. Да, да, да. Ну, давайте посмотрим, что же там такого страшного. Олежка, скажи, пожалуйста, ну что ж это у тебя за банка? Сам клеил или что это у тебя тут? Что это за посудина, друзья? Ну, да, да. Ну, во-первых, Вася, я тебе хочу выразить благодарность за то, что ты пришел к нам в гости. И как бы с твоей помощью, с твоим профессиональным взглядом мы немножко над этой баночкой поработаем, поскольку как бы запускал я ее как бы довольно давно, 4 года. Ага. Так ты сам клеил его. Это будет 4 года. Сам клеил его. Ну, я его, конечно, хотел вначале сам клеить, но как бы потом ювел мне помог в этом. Он как бы его сам склеил, сам по-немецким этим самым. Ага, это все-таки ювел, да? Ювел, да, да. А какой объем этого ювеля? Объем 180 литров. Ну, я думаю, здесь там чистой воды меньше, поскольку при внесении там уже как бы грунта, коряги, там, всего остального, как бы растительности той, что осталось, как бы назвать ее растительностью уже сложно, наверное. Ну, как бы сейчас мы пригоднем. Да, мы сейчас все покажем, да, друзья. Будете улыбаться там вообще. Вот это подставочка, стульчики. Это все базовое. Это с Германии везли? Ну, это все базовое. Я покупал как бы в зоомагазине, да, как бы. Ну, а это все как бы базовая комплектация, то есть идет к нему такая вот тумба базовая. Она просто, я так понимаю, что она вся уже как бы промерена, там, учтены все моменты в плане нагрузки на нее, ну, воды как бы. То есть оно как бы заводского, как бы, производства, и здесь как бы учтены все моменты с учетом веса аквариума самого. Четыре года, да, ему? Четыре года, вот запускали мы его 16-го года, 19-го марта. Вот фактически будет четыре года вот этому аквариуму. Ну, друзья, я вам скажу так, что аквариум, в принципе, выглядел неплохо, вот. Поскольку он запускался, опять же, вот я с Василием, уважаемым, советовались, мы с ним давно дружим, знакомы. Вот он подсказал, что мы запускали как бы на комплит субстратию, то есть он запускался более-менее, ну, не грамотно, скажем. Он как бы запускался хорошо, вот. Здесь даже вот, друзья, если будет интересно, будет видно, что мы заменили вот вторую лампу, то есть мы поставили розовый спектр, как бы. То есть базовые лампы здесь были белые, ну, ты знаешь, холодного оттенка. Мы поставили как бы розовую, ну, для рыбы, чтобы немножко отрасли, чтобы рыба как бы интереснее смотрела. И здесь довольно был такой, скажем, подводный ботанический сад более неплохой, поскольку субстрат этот, он позволял, он работал, да. Он работал, ну, он в течение где-то года, может быть, и я скажу, он такой был, скажем, относительно ленивым даже аквариум. То есть не вносилось здесь ни жидкое, ни микро, ни макро, как бы, не вносились, ну, скажем, то есть дополнительного, кроме субстрата, не вносилось никаких вот именно биологических. За все четыре года, да? За все четыре года, да. Вот, и, скажем, гидробионты, в принципе, тоже поначалу... Гидробионты, ребят, кто не в курсе, это обитатели, вот рыбки там, просто Олег имеет образование биологическое, и он как бы изъясняется более такими словами... Да, Олег имеет биологическое образование и показывает нам, до чего он доходился. Друзья, ну, давайте, сейчас не будем вас томить, сейчас покажем, что тут это, до чего мы дошли, и Олег расскажет, как он дошел до этого всего. Сейчас я вам показываю. Итак, смотрите, друзья. Да, запаситесь всеми успокаивающими средствами, да, чайку заварите хорошего крема. Да, да, да. Ну, на самом деле, друзья, вот, благодаря Василию, я хочу сказать, что мы, ну, как бы... Благодаря Василию, смотрите, к чему я пришел. Да, к чему это все пришло. Мы скажем о том, что у нас будет такой целый цикл, может быть, с этой аквой. Мы хотим, вот, с Васиной помощью, мы вместе с ним подумаем немножко и попробуем его преобразить, да, все-таки, вот этот аквариум. То есть, изменить какой-то аквадизайн в нем, где-то немножко посмотреть, что можно изменить, ну, уже сложившейся ситуации по истечении, там, да, четырех лет, как бы, прошедшей. Потому что, по большому счету, ну, вот, грамотно люди и говорят о том, что, по сути, уже аквариум, ну, фактически перезапуска требует, друзья, то есть, так разобраться, да. Ресурс его, как бы, исчерпался, и с учетом, что не вносится дополнительная подпитка, он, как бы, холостой уже, да, друзья. Вот, ну... Все, как вы любите, друзья, смотрите, борода, Вьетнам... Ничего не подкривалось, видите, не брилось, ничего, там вот кое-нибудь... Все, смотрите, видите, до чего докатились. И это все мы будем впоследствии убирать. Будем устранять, да, убирать. Вот, кстати, друзья, это, ну, по-любому надо поставить за такое направление, однозначно, лайк, потому что будем спасать. Как бы, а то, что ваши лайки, это нам скажет о том, что, ну, как бы, вам интересно, таким образом вы нас поддержите. Еще что хотелось сказать. Вот тут, с этим аквариумом, как видите, тут, ну, я считаю, что тут надо перезапускать. Вот все растения помещать, например, в лимонку, как я делал у себя, например, и потом, ну, заново высаживать. И тут я, как бы, еще Олегу рекомендую с грунтом. Ну, тоже его надо, ну, как минимум промыть, вытащить все то, что там неработающая подложка. Да, ну, Олег, как бы, хочет обойтись малой кровью, ну, сами понимаете, тут его... Малой кровью в обескровленном организме, да? Да, как бы, и хочет просто пересадкой, грубо говоря. Ну, Василий, ты еще, как бы, скажи своим уважаемым подписчикам и твоей уважаемой публике о том, что мы, как бы, будем снимать, как говорится, несколько циклов работы с этим корабликом, да, который тонет уже, пробоины уже пошли. Да, да, да. Нам же надо лодку-то спасти еще попытаться. Поэтому мы вместе с тобой будем обозревать нашу с тобой работу по устранению, да, ряда проблем, которые вот уже произошли в данном аквариуме. Вот поэтому я же хочу, чтобы зрители написали, вот как они считают, вот что здесь лучше, какие способы тут лучше применить, так сказать, для спасения. Вот я, увы, сказал свою точку зрения, вот Олег хочет меньшей кровью обойтись и хочет просто, ну, как бы, там, пересадить что-то где-то. Еще, еще, твой уважаемый публик, я скажу о том, что, в принципе, как бы, ну, скажем, такой небольшой акцент идет у меня все-таки больше здесь на гидробионты, на рыбу. На рыбу. То есть, поскольку, ну, как бы, само по себе, ну, травник такой шикарный, ну, как я подразумеваю, так, с такой дилетантской точки зрения, что его надо более, ну, более в него, скажем так, затрачивать больше времени. Однозначно. Мы же, как бы, с тобой говорили, в принципе, что я, как бы, биолог по образованию, да, и, вот, как бы, там, то направление, в котором я работаю, как бы, да, допустим, вот, оно у меня забирает там, ну, время, скажем, у меня, скажем, не слишком много остается времени, вот, ну, на полноценный такой разогнанный травник, если вот ребята, которые обозревают у тебя на канале, да, вот, о классическом каком-то голландском травнике, да, или о каком-то. То есть, здесь мы так упор делаем просто на рыбу, ну, чтобы, вот. А скажи, вот, пару слов, вот, как у тебя происходят здесь подмены, вообще, чем это все фильтруется? О технической стороне. Да, вот, например, сколько свет горит здесь? Ну, у меня по таймеру, как бы, да, свет у меня горит, да, по таймеру, ну, грубо говоря, 8 часов, где-то, около 8 часов. 8 часов, это сколько у тебя по ватам выходит освещение на это для тража? Ох, ну, и дело в том, что, вот, ну, как по мне, мы когда-то обсуждали, что, на самом деле, ювела у него не сильные, вот, да, да. Ювел, на самом деле, вот, по той или иной, я не знаю, по какой причине, что, вот, он для травника, ну, недостаток. То есть, свет все равно является таким краеугольным камнем для травника полноценного. То есть, здесь, конечно, ювел, он все-таки циклидник, может, в какой-то мере, мы с тобой говорили. Многие люди маловийцев держат, там, где, допустим, световой... Не так нужен свет. Не так нужен здесь, как бы, и сам понимаешь, Вася, о том, что уже, как бы, спектр, ну, ламп, ну, ты понимаешь, лампы не менялись, кстати, да, ребята, тоже еще дополнительные аргументы всем любителям остренького, что лампы же ни разу еще не менялись. То есть, растения, они получают, скажем, когда была пища для них, и подавался свет, его было много, то они кушали, будь здоров, как бы, сейчас ни пищи, ни света, как бы, вот такой полумрак. То есть, надо бы заменить, я все-таки планирую, у меня есть одна в загашничке одна лампа ювеловская, и, может быть, я... Хотя, сейчас уже технологии пошли, мы уже с тобой когда-то обсуждали, как бы, тему, что там и LED пошло, да, и сейчас очень интересные LED-светильники идут уже именно и на ювелы, там, да, то есть, ну, технологии же идутся. Ну, да, да, да. Фильтрация базовая, ну, как есть, да? Как есть она, да, да, она базовая. Там мочалки... Там идут мочалки разной такой, скажем так, структуры, да, они идут, ну, наверх я ставлю синтепон, ну, какие все, в общем-то, для крупной взвеси, для самых крупных частиц, которые оседают на самом синтепоне. А дальше просто идут, как бы, губки разные они, там, там их порядка шести губок, внизу идут наиболее такие мелкопористые. Они, кстати, вот по износу, друзья, если говорить, они наименее износились, то есть, они, в общем-то, довольно цельные еще. То есть, если говорить о последующем пироге, вот этом, который дальше поднимается, то там уже эти губки, они, как правило, уже, ну, я бы сказал, требуют замену, да? И мы, как бы, с тобой, когда-то я с тобой говорил по телефону, да, мы обсуждали, что тоже же нельзя в аквариумистике кардинально взять, убрать губки. Да, поскольку мы можем, ну, повредить отчасти биологическое равновесие, правильно, мы, как бы, вот, и подписчики твои, как бы, которые твой контент отслеживают, они это знают, эти вот моменты. Поскольку надо постепенно заменять этот пирог, нельзя сразу все убрать там, ну, как бы. А подмена, ну, подмена осуществляется, скажем так, ну, раз в неделю, раз в 10 дней. И сколько? Ну, я подменю 30% где-то воды, как бы. У меня население здесь, тут, мы сейчас в двух словах так сразу скажем, население, ну, довольно такая, скажем, ну, из такой нагрузки аммиачной, наверное, я бы не сказал, поскольку у меня хороциновые здесь, красные неоны, радостомусы там они попрятались где-то. Да, он радостомусы прятался. Была скайка медных тетр, их две штучки, вот, осталось, похоже, два самца, они-то постоянно дерутся, вот. Так что интересно, я хочу сказать, вот, допустим, о медных тетрах, что рыба, вот я когда покупал ее, да, вот, кстати, вот в нашем уважаемом харьковском, на птичке харьковском, да, я обозревал своих видеороликов. Да, там вот есть ребята занимают. Так вот, я приобретал там, и мне интересный продавец сказал о том, что, вот, посмотри, как она раскроется в аквариуме, эта медная тетра. В плане того, что когда приобреталась рыбка, она была бледная там такая, и вот прошло там 2-3-4 месяца, и буквально она начала набирать свой окрас, вот, понимаешь, то есть она начала, ну, то есть это в аргумент то, что при приобретении рыбки, да, при приобретении рыбки, рыбке нужно дать время для ее раскрытия. Ну, да, да, но я смотрю, вот, несмотря на то, что, да, вот, тут борода, тут там различные другие водоросли, рыбки себя нормально чувствуют. Да, Вася, дело в том, что вот, как бы, рыбки, в принципе, ну, лабиринтовых 3 еще, вот, гурами, медовый, да, 3 водорослиеда сиамских, там где-то они прячутся, 3 анциструса сама, причем было 2 и уже потомство, то есть один сомик, было 2 сомика, один где-то, видно, затерялся в всех глубинах, а один остался, вот, и еще 2 боции, 2 мраморные боции, и интересный такой момент, тоже сейчас скажут, добавим еще перца, перца же мало, 2 мраморные боции, вот, интересная ситуация, я как-то что-то завозился, самка, причем крупнее явно самца, самка такая, вот, как у акулы, такая, торпедообразная форма, интересная, самец же, он такой бедный, ну, худой весь и замученный, то ли она претензии имела, вот, и, как бы, такая казус произошел, что я, как бы, нашел этого бедолагу вот здесь, как бы, на полу, понимаете, друзья, то есть он каким-то образом выпрыгнул с него, ну, у меня были открыты вот, крышечки, да, я их открывал, ну, я тебе скажу, Вася, так, что, в принципе, это в летний период, или нет? Нет, это вот, просто, допустим, сухо в помещении, я немножко открывал, чтобы как-то, знаешь, добавить влажность в помещение, и это засранец каким-то образом выпрыгнул, ну, я, честно говоря, мне трудно сказать, самоубийца, да, такая аромана, знаешь, ароманы у людей, ну, это такой паразит, ну, жалко, конечно, а так гидробион, вот, в общем-то, говоря, по сути дела, ну, значит, с циклом азота, с вот этим всем циклом, да, который происходит в аквариуме, в закрытой системе, да, как мы знаем, друзья, в общем-то, все в порядке, но гидробион, то не помирает, рыба живет, да, и живет дома, она уже, вот, четвертый год, вот, единственное, что я все-таки еще с тобой мы это обсуждали, вот, как-то со скалярией у меня, так вот, я вот, люблю эту рыбу, но у меня как-то, вот, они живут год-два, и как-то, вот, к сожалению, скалярии пока я, вот, не получаются у меня на более длительный отрезок, Но вот скалярии в этом плане, они более чувствительные, вот, как и апистограммы, вот, они, вот, чувствительные, чуть что-то не так, и, как бы, все, они, ну, ложатся, то есть, возможно, этим, как бы, все в порядке, как бы, они себя хорошо чувствуют, а вот те чувствительные... Я говорю, скажем, допустим, о кормлении, я, как бы, да, я применяю классическую, вот, эту, тетровскую, сухую кормежку, как бы, прям, одним видом только кормишь? Одним видом, ну, я покупаю именно разные, там, чипсы, там, гранулы есть, там, вот, там целый, как бы, идет этот самый, с одной стороны, я, наверное, понимаю о том, что, в принципе, вот, и многие ребята говорят, увлекаются аквариомистикой, что, в принципе, как бы, на сухаре, может быть, рыбка не очень сильно развивается, может, где-то... Не растет, не набирает, да. Ну, я скажу так, что, какая-то, может, доля, правда, в этом и есть, как бы, вот, ну, я тебе скажу, что я, когда начал кормить, вот, этот, вот, производственно, это, то мор рыбы вообще исчезнет, рыба живет идеально, поскольку, видно, там, сбалансировано все, и водичка не портится, водичка не портится. Это хорошее такое. Это очень важно, поскольку я, когда таким более простым кормом кормил, ну, все-таки, то, все, что оседает, как бы, оно все-таки, вот, гниение и все это дело, и аммиачок начинает уже, видно. Ну, ты не сифонил, вот, ничего такого. Нет, ну, я, как бы, я, как бы, сифонку провожу, вот, друзья, если так говорить, сифонку, я, скажем так, может, это не совсем, как бы, правильно, я просто убираю, вот, сифоном поверхностный слой грунта, да, вот этого, кварца здесь, какой-то такой кварцевый, этот самый, я, честно говоря, это какая фракция, мне даже сейчас трудно сказать уже, я не знаю. А нам зрители напишут. Зрители напишут, да. Зрители бдительные, они все, их не обманешь, правильно? Они все знают, они во всем разбираются, они с легкостью вообще напишут. И, кстати, вот я, а корягу, вот у меня корень азалий, да, будет там видно, кому интересно, я эту корягу поместил. Смотрите, тоже коряга, вот, чтобы вам остренько было, там, смотрите. Да, немножко она тоже не побрилась. Да, 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 смотрите, ей депиляцию надо еще делать. Ну, Вася, он вообще это сам, видите, как говорится, покажет вам все углы углов, называется. Да, так что смотрите. Так в этом же и будет еще интерес заключаться в том, что, как бы, мы его реабилитируем. Василий, я корягу для чего, как бы, помещал, ну, как бы, с точки зрения подмягчить, вроде бы, воду немножко, да, тут же не цехлидник, это же не озеро Малави, да, там, с жестким. Анцикам хорошо коряга. И анцикам, и анцикам тоже, да, вот анцикам тоже, они пока были маленькие, не были активные, они тут у меня пылесосили на этом вот стекле на переднем. А сейчас вот рыба стала более взрослее, и она стала более такой вести, оседлый такой, знаешь, отшельнический образ жизни, то есть практически их не видно, они где-то прячутся там, и за ними вот понаблюдать довольно. А как ты думаешь, Олеша, вот почему ты, как бы, ну, дошел к этому, почему пришел к этой жизни прикатился? Да, да, да. Ну, я все-таки хочу сказать, друзья, о том, что, ну, то, что там времени, это, как бы, может, себе я уже в оправдании где-то говорю, времени мне это не хватало, как бы, вот. Но я еще хочу сказать, что все-таки необходимо, на мой взгляд, все-таки и вносить, если это растительная банка, то необходимо вносить здесь тоже и удобрения, в том числе, какие-то. Ну, это, как бы, мое мнение уже, в плане, что нельзя вот полностью полагаться на, да, полагаться на именно, именно, вот, скажем, вот это, это же закрытая система, замкнутая, и полагаться здесь на то, что в природе как? Мы же понимаем с вами, что в природе какие-то микро-макроэлементы могут попасть при различных обстоятельствах, при том, дождь или там какие-то подводные ручьи, течение принесло, ну, понимаешь, да, идут биологические процессы. То есть, здесь, как бы, если там не хватает того или иного макро- или микроэлемента, то есть, все-таки, современная аквариумистика, она уже, как бы, предполагает внести его, да, как бы, извини, я этого, к сожалению, не делал, может, это, может быть, конечно, по системе, там, да, как бы, если проходили, вот, ребята, ну, опять же, у меня просто не стояла такой задачи, как бы, о том, чтобы, ну, как по мне, вот, мое дилетантское такое мнение, да, как по мне, ну, травник это наиболее сложная система. Вот, ну, мое, да, и чтобы заниматься достойным травником полноценным, я же больше, как бы, здесь любитель так вот рыбки разные подержать, посмотреть на поведение. Мне очень было интересно, как думала, вот, смотреть именно, вот, как бы, на поведение тех или иных представителей, вот, да, класса рыб, скажем так, поскольку интересное у всех поведение, понимаешь, все по-своему интересно себя ведут, все раскрываются по-своему, в объеме том или ином, понимаешь, аквариум. Тут же у тебя нет ни подачи углекислого газа, ни компрессора, я тебя не заметил. Да, Вася, компрессор, да, 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 только вот раз труб идет и идет, как бы, течение, там, видишь, видно, как вот, гладь воды, как она работает. Вот, ты знаешь, я тебе скажу, вот, по поводу аэрации той же, вот, я тебе скажу, что, вот, я ее убрал не так давно, ну, около месяца, может, более немножко. Сказать по правде, я не заметил, вот, какой-то кричущей разницы, ну, у меня же здесь, ну, нету перенаселения, понимаешь, у меня нету такого, рыбок относительно мало. И потом, я думаю, вот, эта крапива вся, что тут растет, понимаешь, крапива, она, понимаешь, может, она такая, как говорится, не голубых кровей, ну, она тоже ест что-то же, правильно? Конечно. И она, мне кажется, что, в принципе, она как-то убирает какие-то излишки, и потом, опять же, ну, при таком населении, понимаешь, ну, нитрификации такой нету, да, мы же говорим, да, 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 да. Потому что, не сидит астронавтусов десяток тут, понимаешь, сидит карацинка, она там бедная, там, что она ест, понимаешь. Поэтому, вот, я тебе скажу, без компрессора, я тебе скажу, и мне еще вот не очень понравилось, вот, потому что от компрессора летит постоянно, брызгий, да, вот это солевой гад, у нас водичка жесткая на слабожанщине, да, мы все знаем, в Харькове какая водичка. И, на самом деле, вот оно покрывается этим вот солевым налетом, там, все. И, в принципе, если вода более-менее, она, слои перемешиваются, вода гоняет ее, то, по сути дела, ну, кислород же тоже происходит перемешивание слоев воды, как бы. И, вообще, как бы, мы с тобой сколько раз говорили, как бы, да, в дружеской беседе за чашкой чая, что, по сути, не надо перенаселять, может быть, части аквариума. Это, если вот, я, например, я любитель перенаселять, ну, перенаселять аквариум, поэтому я, у меня и фильтрация с запасом, и если на ночь, то у меня аэрация. Ну, ты же видишь, как, ты перенаселяешь еще в плане таком для себя, как сказать, в таком обозреваемом, ты же ведешь для ребят свои обзоры, и тебе интересно посмотреть, моделировать те или иные ситуации. У меня же такая лужица, знаешь, вот она у меня есть, и я там, как бы, вместе с ними, вот она живет, и поэтому, по сути, ну, опять же, перенаселение дело довольно такое условное. Ребята пишут и тебе в комментах, и там, и их вот ребят. Что такое перенаселение? Если поставить внешних, так сюда можно еще что-то. Да, однозначно. Да, не да, понимаешь? Справляется. Да, а если вот ребята говорят, такие старые аквариумисты, еще такие бывалые, эксакалы, что они вообще говорят, по большому счету, там, фильтрации почти как таковой нет, там стоит какой-то маленький фильтрок, но он держит, там, пяток лабиринтовых рыб, там, которые, да, берут кислород, и вообще, по сути дела, или просто держат хороциновую рыбу, и при лояльном корме, как бы, да, таком, то, по сути, они обходятся без, без этого самого. Друзья, а вот вы напишите в комментариях под видео, что, по вашему мнению, такое перенаселение, и вообще, ну, как его понимать? Много, мало, критерий оценки, да, как его понимать? Вот у каждого, в своем мнении, нам интересно, поработаем, чтобы... Да, я же тебе благодарен, что ты зашел, потому что мы же хотим, мы же хотим все-таки немножко отснять какой-то цикл, просто вот изменений в аквариуме, да, и наше дружеское слое веселье, мы, к сожалению, не так часто встречаемся, и вот... Все занятое. Да, все занятое, и мы немножко вот так в дружеском разговоре... Вообще, что такое аквариумистика, это же хобби, правильно, для себя понимать, это же не какая-то там вот такая вот обезуха, это удовольствие, аквариумистика это удовольствие. Кстати, а вот сколько времени занимает уход за аквариумом, ну, например, в неделю, вот, сколько времени занимает? Ну, вот, скажем так, если в неделю взять, ну, до порядка часа где-то, наверное, подмены, там, стеклочки почистить, потереть, там, это самое... Конечно, когда все-таки он был более ближе к растительной оценке, да, когда был он растительным травником... Я, конечно, где-то там чуть-чуть просипывал что-то, пропалывал там, тут таких спиралей не настрижешь, но, как бы, немножко я уделял, этому больше. И причем, потому что он довольно динамично рос, понимаешь, был, динамика видна, и мне приходилось где-то прорывать, где-то вот это самое. А при таком ключе, вот, единственное, вот эту вот травычку, вот эта вот, она, то ли апогетинолистная называется, то ли крипто, вот такая вот огромная растительная... Ну, она напишет, у нас, ребята... Да, эксперты есть там, да. Эксперты, которые, они просто вот так вот, даже издалека я показывал, они уже знают, что это растение. Ну, реально, есть люди такие, которые вообще... Кто-то интересуется, может, я даже к своему стыду, может, скажу, что, в принципе, я, вот, честно сказать, то, у меня биологическое образование, но я, как бы, занимаюсь в другой совершенно плоскости, да. Я, к сожалению, вот в растительных, как бы, растениях аквариума именно, я, ну, я, как бы, знаю, там, вот, анубиусы, да, вот, они растут здесь, там, вот, было у меня и валиснерия здесь, вот, и криптокарины разные, кстати, вот, и валиснерия, интересно, она росла одно время шикарно, потом она начала, вот, даже, ребята, некоторые говорят, это как-то с жесткостью воды связано, потом она начала, конечно, она начала увядать хуже, вот, как бы. И, то есть, друзья, я, это ты спросил о том, что часа, говорят, аквариумистика, это же сумасшедшая трата времени, это же надо там стоять с веером над ним. Ну, час в неделю, друзья, да, если кто держит собаку, например, с животным нужно гулять, там, это, наверное, то есть, говорить о том, что аквариумистика является, некоторые друзья, знакомые, которые, вот, которых ты хочешь, вот, как бы, да, допустим, приобщить к этому хобби, они, как в аргумент говорят, что аквариумистика, это, ну, это просто, это, это надо себе. Дети, не работайте, не только аквариумистика, это удовольствие, час в неделю потратьте, посмотрите, да, посмотрите, где этим Васю рулит, да, поставьте лайк, то есть, и вы, как бы, и для себя извлечете что-то полезное, и вместе с нами, вот, и у уважаемого Василия на канале, будете получать удовольствие от созерцания природы в закрытой, да, системе. Дома у себя сядет и вечером. Итак, друзья, наше видео подходит к концу, мы будем ждать Ваши советы, рекомендации, как лучше поступить. Несчастную критику. Обязательно, это, обязательно будем ждать критики, это, и советы о том, как лучше, проще, не меньше по времени, чтобы не так это затратно было, реанимировать аквариум. У нас, конечно, есть свой план, как бы, но мы хотим совместно с Вами, как бы, возможно, мы чего-то не знаем, а это такое возможное, как бы, то мы хотим вот все это привести, облагородить, и чтобы в следующий раз, когда мы там начали с ним что-то чудить, как бы, уже вырисовывалось что-то очень интересное, и, как бы, в третьем видео, чтобы мы уже показали вообще обалденно. Беленый аквариум, лучшую сторону, друзья. И, там, растения поменяем, там, ну, посадку, там, все, и Олег еще хочет туда каких-то рыбок, ну, каких мы он пока не скажем. Ждем тоже конструктивной подсказки от Вас. А я же, в свою очередь, хочу сказать, что смотрите канал Дядя Вася Аквариум, Дядя Вася рулит Аквариум как хобби, на мой взгляд, интересный контент. Приобщайтесь к любителям Аквариум мистики, да, очень интересное направление, всем советуем, очень хорошо, как говорится, релакс хороший, успокаивает, как говорится, наши, при нашей жизни-то нервную систему. Приобщайтесь, и, пожалуйста, милости просим. Будем общаться все дружно. Будем общаться, да, проводите время с друзьями в Аквариум мистике. Ставьте пальцы вверх. Ссылка на Олега будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал Дядя Вася. Да, до новых встреч, пока-пока.